Сахарный диабет бывает двух типов. Первый тип – это инсулинозависимый сахарный диабет, который возникает в молодом возрасте, у детей он тоже бывает, или в зрелом возрасте возникает. А сахарный диабет второго типа у пожилых людей возникает как реакция запущенного обменного вещества. Они, естественно, кардинально отличаются друг от друга. Реакции первого типа – это всегда стрессовая реакция острой фазе, это стадия формирования войны, это все время состояние такое, что ты должен вступить в бой. И когда человек в это состояние не осознает его причины, то у него все время возникает внутреннее напряжение, и организм для того, чтобы реализовать и сохранить жизнь этому человеку, реагирует повышением сахара. И, соответственно, поджелудочная железа начинает иначе функционировать, и тогда человек вынужден принимать дозу инсулина для того, чтобы хоть как-то вернуть состояние сахара в некую норму. И врачи пытаются с помощью инсулина вот этот уровень выровнять. Но если не работать с причиной, которая вызвала повышение сахара в крови, и за счет которой и поддерживается этот уровень, вот эта внутренняя война, если она до сих пор продолжается, а причины этих стрессов как у самого человека бывают, так и из рода ему они передаются, и я часто у таких пациентов вижу сочетание, то инсулинотерапия не даст четкого, хорошего результата, человек все равно будет болен, все равно должен будет принимать искусственно, вкалывать себе инсулин для того, чтобы хоть как-то контролировать уровень сахара. А тогда, как если осознать причины, то можно человеку от этого заболевания помочь ему избавиться. Потому что если война внутри закончилась, если конфликт нейтрализован, то телу незачем дальше сигнализировать о том, что надо готовиться к войне, что нужно сейчас, так сказать, защищать свое пространство или отражать какое-то нападение неприятелем. Поэтому это конфликт по мужскому типу, а не по женскому. И когда человек у себя его создает, отрабатывает его таким образом, то баланс энергетики восстанавливается, и гормональная система восстанавливается. Если люди едят много сахара, но у них нет реактивного острого конфликта или в роду этого конфликта не было, ну, может быть, какие-то есть переживания, то у них, как правило, либо ожирение формируется, либо просто степень тревожности большая, и за счет сахара они немножечко его придерживают. При этом их небес может не расти. То есть все зависит от человека, от сценария того конфликта, который у него формируется. При сахарном диабете это очень мощный конфликт, защита своей территории, защита своей чести, твоего достоинства. Там разные фабулы переживаний, но всегда это готовность именно к войне. Сейчас придут враги, уничтожат тебя, твою семью, твой клан. И когда человек в этот конфликт входит, или, скажем так, он у него просыпается, то врачи обнаруживают клинику сахарного диабета. Но если изучить подсознание, если увидеть этот конфликт, увидеть его сценарий и режиссуру, есть большая степень вероятности, что, во-первых, уровень сахара у человека стабилизируется, и человек может от этого заболевания исцелить. У меня есть сестра троеворная, Светлана, она у меня в курсе на исцеление, тоже принимала участие. У него сахарный диабет уже лет 6 или 7 стоит. И сахар был 20-25, и в последний раз она попала в больницу, и не могли стабилизировать сахар, и выписались с таким же состоянием. Она у меня приняла участие в группе исцеления, плюс я ей дал скрипты, откуда сахарный диабет берется. Она сама пытается тренингом тоже заниматься, психологию изучать. У нее сахар стабилизировался, и она инсулин даже в несколько раз сократила, и все равно в норме держится. Она еще боится от нее отказаться, надо, чтобы прошло какое-то время. Если слезет совсем с инсулином, тогда это будет реальный случай, исцеленный от сахарного диабета. Причем большую часть работы она выполнила сама. Я ей просто объяснил, как это работает. Она уже осознанно попускает тебя через себя, выполняя определенные практики, праноямы, выполняя медитации, восстановила свой душевный баланс и, соответственно, освободилась в свой внутренний мир от этого эмоционального конфликта и таким образом привела свой обмен веществ в норму.